Как я говорил, после последнего сбора, все эти тренировочные процессы, статистики, выигранные, проигранные, можно отдать в мусор, потому что вообще начинается другой турнир. И для нас все начнется в воскресенье 6 марта с нижней камеры. Я буду доволен только, когда мы начнем хорошо в чемпионате и пойдем за своим целом. Потом, можно сказать, сборы в Турции были удачными. Можно сказать, что еще у нас как бы неплохо получается. Понятно, дождь идет и тоже был здесь, в Антарии, был на два дня снег, но мы тренировались, тренировались на плаве, потому что была тренировка сильная, динамика на плаве и этот день был снег. Это значит, что нам не было нужное поле, но плаве. И там нас пустили на плаве работать, это было без проблем. Надо сказать, я тоже говорю ребятам, понятно, что хотелось бы лучше полет, но мы тоже можем сегодня быть в Оренбурге, где, не знаю, минус 10, минус 15 температур, и работать на снегу, а не на искусственном поле. Поэтому надо всегда смотреть оптимистически, что мы здесь можем как бы работать. Здесь часами солнце, да, плащ, море, можно сказать, погода лучшая от погоды в Оренбурге, где холодно и зима идет. Так что я рассматриваю на это как бы больше с позитивом. Обух как бы работает вообще без проблем, не можно это. И у него видно, что у него очень хорошая левая нога, да, игра, которая думает при игре, думает там, всегда там пробует показать на поле, как это, можно сказать, финансы, да, в футболу, да, потому что он чувствует, футбол, да, ему надо будет время как бы игроковые практики, да, потому что у него был большой прерыв в игре, без игр, без матчей, поэтому это не все пойдет за один месяц, да. Но можно сказать, и сегодня вы видели, играл как нападающий, да, второй тайм, 45 минут, да, можно сказать, что сегодня мне как бы он понравился. И плюс еще, когда забил гол с пеналти, то, что сделал раньше, да, уже читал, читал, что игрок будет играть назад вратару, да, получил успеху забрать мяч и, я думаю, така та интеллигенция нападающего, когда вратар пошел на землю, дал чип через него мячом и попал, и был пералти, да, то уже видит интеллигенция игрока тоже. Так что для нас, я думаю, что это будет как бы хорошая помощь в тех 13 играх в чемпионате. Да, надо было бегнуть, либо переходить через коридор, как они называются, но и понятно, что игроки, которые так чуть-чуть побухают, да, и потом игроки, которые любят чуть-чуть мощнее. Поэтому, не, я думаю, что все, когда есть какой-то день рождения, или новый человек, или часто бывает, что кто же купит новый автомобиль, но так ему надо приходить через коридор, так что я думаю, что атмосфера между игроками здесь в команде такая очень приятная, и можно сказать, что я уже чувствую здесь 1,5 года, и такая семьяная атмосфера, да. Понятно, в Оренбурге это нет Спартака, это нет, не знаю, крыльев Советов, да, такие большие клубы, это больше и меньше клуб, но такие семьяные, которые хотят добиваться своих целей тоже, да. Я думаю, что да, игроки, каким можно уже познакомились, что я хочу, как бы, у нас мяч идем в атаку, чтобы игроки решали ситуацию сами, да. Понятно, мы на тренировке можем дать там 2-3 примеры, или 4 примеры, где можешь как решать ситуацию, но в футболе часами скажешь три ситуации, три решения, и одно не подходить на эту ситуацию в этот момент, да, и тебе надо искать вообще другое решение. И это очень важно, чтобы игрок на поле играл, как он это видит. Не когда я ему скажу, в раздевалце на таблице ему там напишу, да это как робот, а мы не роботи, ты человек. Поэтому забирай ответственность, не бояться ошибаться. То, что ошибаешься, это хорошо, потому что ты учишься через эти ошибки. Понятно, я хочу, чтобы были такие ошибки там 20-30 метров от ворот, там надо играть чуть-чуть по-другому, но все ходит там на последних 40 метров от ворот соперника, там делай, что хочешь. Один на один, через стенку, искай там, ну, искай, что хочешь, искай другие решения, чтобы ты сделал сюрприз для соперника, да. Так что я это пробую, понятно. Игроки, как Милевский, к сожалению, нет такого игрока, но можно сказать, Аршак Кориан, talentливые игроки, да. Эти молодые, Титков, Мироновка, Пленка, очень, как бы, talentливые игроки. У нас, можно сказать, очень быстрее, Брудников, Юрикова, Жоэль Фабея, да. Абду делали очень шибкие игроки, да. Потом такие рабочие игроки, которые отдают на поле все, как Аюпо, Сергей Бреев, да, Малих, Сиваков, Адео, да. Это игроки, которые вам оставят во сне жизнь на этом поле. Так что я так думал, такой хороший микс, хороший микс, микс. И пробуем делать, что наилучшее наше работу и добиваться цело вернуться в Премьеру. Надо понять, как вы говорите, игрокам тоже тяжело, потому что тренировка, отдых, вторая тренировка, восстановление, спать. И это, как бы, в круг идёт, да. И этот турнир, можно сказать, кто же может думать, что это такая спокойная тренировка, но когда, как эти ребята это забирают на серьезно, так вам скажу, как вы посмотрите катапульты и полары, как они начнут работать, да. Так что это, как бы, хороший уровень тренировки. И плюс, что важное, там работают техники, прием мяча в верхнем, как сыграть, мяч на другую сторону, не только головой, но и волей, да, все техники мяча, левая, правая нога, глава, грудь, да. Я говорю, в футболе, когда хочешь посмотреть команду, как она технически сделает квадрат и сделает теннисбол, и уже посмотришь, уже можешь сделать себе видение, кто какой игрок, да. Потом еще состав маленькие игры, 3-3, 4-4, и уже знаешь, который игрок можно забрать, который хорошо идёт интенсивно агрессивно на мяч, да. Три-четыре ситуации, и ты можешь квадрат, теннисбол, и маленькие игры, 3-3, 4-4, и можешь сделать свою команду, там 15-18 человек, и будешь иметь хороший уровень игры. Поэтому теннисбол, для меня, это одна из важных вещей, а не только для нас, но это было уже 13-14 лет, потому что техника мяча в верхом, очень важная. Надежда, как мы играли, да? Да, да, да. Не знаю, я честно скажу, я так больше занимаюсь, так, нет, что я люблю, в общем, вчера, потому что вчера у нас была последняя обеда выходной, так я здесь пошел играть в гольф, да, так что у меня уже, честно скажу, но с детьми, с детьми, когда иду, делаю, что они хотят. Это значит, аквапарк, так на tobоган, да, какие карты играть без проблем, поэтому, так что я больше уже такой спокойный человек, но как есть шанс там, сыграть на какие ставки, с ребятами и здесь команды, я всегда открыт, понятно, что я знаю, больше буду проигрывать, потому что я уже чуть-чуть старший, и эти молодые, а чтобы была такая приятная атмосфера, а это не значит, что я тренер, так там будет как бы я тренер, и все ниже от меня, не, не, мы как бы партнеры, да, потому что если мы хотим добиваться каких-то целей, а я бы был человек, который только будет смотреть на игроки с верху, и кричать, не знаю что, это очень плохо, ты мусишь быть как партнер, да, понятно, ты забираешь ответственность за результаты, да, но надо то, что с ними работать как партнер, человек, да, что хочешь, разговаривать, сказать, сегодня отлично, или нет, сегодня мне понравилось, быть таки прямым, и прямым, и чистым человеком, и они тебе потом вернули, да, и я люблю, я бы хотел поиграть в хокке, но в Оренбурге мы хотели поиграть в хокке, но не были клюшки, не было, как сказать, ну, для всех, да, потому что могли поспать с Жуэл Фамили, Абдул Биало, чтобы могли поиграть в хокке, так же так, а еще не видел ничего, честно скажу, ничего не, а так, хоккей, еще не начали, но когда начали хоккей, на 100% буду смотреть хоккей, только сегодня чуть-чуть поспать, я ездил там биатлон, биатлон сегодня, когда я был в тренажерном зале, так же я смотрел, когда на велосипеде ездил, так смотрел чуть-чуть биатлон, но честно скажу, еще нет времени, не было, какое время чуть-чуть там отдохнуть, посмотреть на какие там Олимпийские игры, но как будет хоккей, 100% нет, на 100%. Я уважаю всех, потому что меня, как тренера нет проблем, мотивировать игроки на игре, как торпедо, алания, не знаю, факел, воронеж. Это приходит как бы чуть-чуть автоматически, да, потому что эти команды на верху, и та концентрация на этой игре как бы приходит автоматически, да, но что тяжело, это научить тех игроков, когда ты играешь с соперником снизу. Там часами может быть, что окей, супер, отлично, будет для нас играть спокойно, но это нет правды, да, потому что сами видим, что это Лизер ФНЛ, очень сложная лига, и год назад, и сейчас, можно сказать, что последняя команда может сделать сюрприз и выиграть там с командами, там на первом, втором, третьем месте, без проблем. поэтому, как бы я не боюсь, как бы никого, но такие игры, ну, такие игры с теми командами там внизу, то я очень, таки, как сказать, настой у меня другой, да, сразу, сразу, часами и так жестко доиграть то, что не хочу видеть, кто, что думает, что сегодня, что нам получится спокойно, все пойдет, как мы хотим, никогда так не пойду, надо выходить, надо отработать игру, и потом верить, что мы будем, забьем, гол больше, чем соперник. Перелоты, для меня, как раз так, для меня очень тяжело, в первые, можно сказать, первые четыре месяца, были очень сложные, для меня эти перелоты, потому что, два часа в Москву, с Москвы потом улетаешь, Калининград, Краснодар, Томск, Красноярск, или Хабаровск, для меня, приехать в Хабаровск, 10 часов, 12 часов, заиграть 90 минут, и поехать домой, это вообще, как бы, это для меня, как с Праги, я бы поехал в Нью-Йорк, 9 часов, то я поеду в Америку, а не в другую страну, так же, понятно, эти перелоты тяжелые, и, да, я честно скажу, ФНЛ, как бы, очень сложный, очень сложный чемпионат, это не так легко, и, я думаю, это хороший чемпионат, потому что встречаешь хорошие команды, и познакомишься с неплохими игроками, которые показывают свое качество, и, у них, в основном, и показывают, что уходят в премьер-лиг, в команды в премьер-лиг, это значит, что ФНЛ, это такой хороший чемпионат, для и тех молодых, которые могут, когда будут хорошо работать, и показывать себя хорошо на поле, могут сделать шаги, в премьер-лиг. Знаете, знаю, я люблю такие, колоры, когда, я не люблю только черные, или шары, да, я думаю, что цвет, красный, может быть розовый, или желтый, я люблю такие колоры, веселые, да, веселые колоры, да, но я один день пошел там за другим, реплей, и мне нравился этот цвет, и позицию он таки легкий, да, тонкий, так, летом, когда вечером может чуть-чуть хладнее, так, одет, и я его забрал один раз на игру, вообще без, что человек забирает тот отдел, а выиграли, и сразу, не надо его, понятно, что Питер смелился, да, потому что выиграли, но Марсел надо его забирать, да, забирал, забирал, и получилось, от назад выходить в премьер-лиг, так, попробуем делать то, что с самого сейчас, да, да, один тоже, а он уже властей, я его уже не беру только на игры, это только на игры, да, еще нет, еще нет, потому что, надо сказать, что Жуэл, когда я приходил в Динамо Брест, не всегда играл как бы в составе, да, тоже начинал, он был молодой игрок, начинал, когда входил в скамейки в игру, хорошо как бы показывал качество как игрока, на скорости, да, но правда такая, что у него было надо пять шансов, чтобы забыл гол, да, я думаю, что сейчас с этим опытом, когда он здесь приходил в премьер-лиг, тоже играл, не играл, но забыл семь гол, это хороший, это вообще хороший как бы показатель, да, первый сезон, Оренбург, это не какой-то большой круг, как Спартак, но здесь был Деспотович, как первой нападающий, и Жуэл, как бы второй, который входил в игры, да, и он забыл семь гол, я думаю, что это хорошо, и сейчас, на сегодняшний день, Жуэл уже, да, молодой, 24 лет, но честно скажу, игрок уже с опытом, умеет хорошо играть, корпусом, да, его тяжело забрать мяч, потому что он сильный в борьбе, плюс, когда Жуэл уже разгонится, его задержать, очень тяжело, а я думаю, что еще можно много работать на завершение, это всегда, он моменты хорошие, а потом, когда уже ты думаешь, что он уже как бы все понял, придет игра, где он закрывает глаза и бьет неведомо куда, да, но разница между Динамо Брестом и Оренбургом, когда Жуэл был, да, я думаю, что это уже опыт, и завершение как бы в штрафном, он сделал очень большой шаг в приоте. а в Гане, да, но видел там чуть-чуть, как я думаю, он, потому что он тоже, такой optimистический человек, веселый человек, и там, у них в Африке, они любят все такие, такие партии, да, таковые вещи, и я думаю, что он очень популярный там, в каком краю, он популярный, и в Гане, в Гане, в Гане, это значит, для них, это тоже, можно сказать, для таких хороших примеров, для молодых игроков, там, или детям, и ребят, в Гане, что он, ну, получилось, спокойно, шаг по шагу, добиваться цели, сегодня играет в России, играл в российской премьерной, играет здесь, в Оренбурге, тоже, как бы, играет в сборной, для них это хороший пример, и, я думаю, он, Жуэль любит, как бы, и помогает, он такой человек, очень, сердце, как бы, отвертый, как бы, так же, он, и помогает, помогает, всем, где он живет, поэтому, это хорошо, это хорошо. У него талант, 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 огромный, но, и так, можно сказать, что он добился, как бы, со своей карьерой, играл на мистерстве, на чемпионату мира, да, в Германии, играл на чемпионат Европы, здесь, Польская, Украина, да, играл в большом клубе, как Динамо, в Киеве, и капитан, да, тоже, его, его любить очень, не только в Киеве, но и в Бресте, в Белоруссии, я думаю, да, можно, знаю, что много людей говорить, сложный человек, да, тоже, он был свой, да, он был свой, но, надо сказать, за эти два года, что мы были вместе с Артёмом, всегда на тренировке работали, он не любил проиграть, и на тренировке, когда он проигрывал, не было там, что так, он был очень, очень злой, очень злой, он кричал, и это тоже менталитет победителя, да, понятно, можно сказать, что, как бы не были все истории, да, которые он делал, позаполе, можно, чтобы играл еще где-то, 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 да, 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 я играл тоже, Милан Барош, Томас Российский в месте, да, 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 Артюм Милевский, его качество, как игрока, отлично, отлично. Понятно, он приехал там на пулторы дня, плюс-минус, да, играли игру дома с Солигорьским и преиграли 3-1, преиграли 3-1, но и после того, после игры, он следующий день, как бы, приходил за ребятами в раздевалку, поговорил, Он поговорил с ребятами, может быть, 30 минут, испанский переводчик. Можно сказать, что это было для ребят очень хорошо, потому что когда он разговаривал, он разговаривал на эмоциях. Это было видно, что футбол – это его любовь. Он очень хорошо рассказывал, говорил эмоционально, руками, ногами. Ну, так и Южная Америка, Саус-Америка. У меня был шанс с ним вместе говорить, можно 20 минут сами, когда мы так спокойно. Мы никогда не встретились в первый его момент. Потому что я тоже говорю испанский, так что мы могли говорить на испанском. Он знал им имя, что не приходил туда, но знал «Олла, Марсел», «Кэтал», и забрал его. Никогда меня не видел, никогда не знал Diego Maradona и какой Марсел. Он мог приходить, привет, как делал все и уходить. Вообще, наоборот, приходил руку, обнял, поговорили там на 15-20 минут вообще сами и спокойно. Ну, и потом поехал и подписал в Мексику. Так что, понятно, такая встреча с таким футболистом, большим футболистом. Не знаю лучших, может, на лучших, не знаю. Потому что я его помню, как ребенок ищет. Не помню, когда играл в Пелер. Не помню уже, но его марадону помню хорошо. Так что, для меня это был наилучший игрок мира. Да. В результате.